Был пойман, отправил свой военкомат по месту жительства. Пошел в роды вооруженных сил России, чтобы устроиться в часть для прохождения воинской службы на территории Российской Федерации. Мобилизировали непосредственно с улицы города Городец, Нижегородской области, не по моей воле. Увезли военкомат, застали подписать контракт и служить в боевой части, чего я не хотел. Хотел служить в подразделении РХБЗ, оказалось, что РХБЗ таковы только на бумажке. За пару дней сделали документы и обманули, отправили на полигод для обучения и подготовки ко фронту, где толком ничему не обучили, вывели какие-то детские бронежилеты и отправили на фронт, не сказав, куда точно именно едем. Ничего не объясняют, ничто не говорят, сажают на боевую технику, дают им автомат и сразу на передовую. И приходится только идти на вечный штурмах. В 10-м танковом полку ВЧ-24-314, но послужив в данном полку, расчаровался полностью в своем командовании, так как эти бесконечные штурмы. Поцелу от 50 человек, с них возвращается 8-9 человек, 300-е и все на свете, так же, как и мои друзья. Командование, как и скоту, наверное, относится. Не считают вообще за человека без еписиалов, без воды, то есть это в нормах. Списка на улице, в дождь, их это вообще не интересует. Командиры только пихают, не высыпаться, ничего не дают. Постоянно каждое оскорбление. От этого все устали. Служить желанию вообще никакого не имеется. Не только у меня, я знаю много товарищей, которые так же не желают служить. Хотят просто жить, воспитывать свою семью, быть рядом с домом, рядом с женой, а не где-то бегать и не зная, что бы завтра может случиться. Добро Улья подошел к ребятам и сдался, потому что все уже надоело. Так как обращаются и так отсылают на боевые точки ребят. После очередного мясо-штурма я попал в плен пограничникам. Там сразу решил сдаться в плен, так как хочу жить. Спасибо пограничникам за хорошие отношения, за помощь, оказываю им. Спасибо.